Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Экономическое правосудие – тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь с нашими гостями и присоединяйтесь. Знакомьтесь с нашими гостями и присоединяйтесь. Заседание в суде Советского района с 1995 по 1998 год помощником председателя. В 1998 году назначена на должность судей хозяйственного суда Гомельской области. С 2010 года судья Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь. С 2014 года судья Верховного суда Республики Беларусь. Кандидат юридических наук имеет первый квалификационный класс судьи. В должности председателя экономического суда Гомельской области работает с марта 2017 года. Является председателем Гомельского областного отделения Белорусского республиканского союза юристов. Вопросы Натальи Сарнавской можно задать по номеру телефона прямого эфира в Гомере 340-043. Номер связи по Вайбер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, телезрители. Экономическое правосудие в сравнении с уголовным может, наверное, показаться несколько скучным. Хотя на самом деле подобные процессы могут многое рассказать о состоянии экономики в целом. В минувшем году явления во всем мире, связанные с пандемией, нашли какое-то отражение в делах, которые находятся в производстве экономического суда. Вы знаете, я бы сказала, что пандемия, она прежде всего сказалась на организации работы по осуществлению правосудия в суде. Мы больше стали судебных заседаний проводить с использованием видеоконференц-связи. По многим делам стали признавать явку сторон необязательной, предлагать, а в некоторых случаях обязывать лиц участвующих в деле представлять нам доказательства заранее. Поскольку у нас 80% доказательственной базы, она основана на, базируется на документах. Ну и тем самым заодно напоминаем таким образом лицам участвующих в деле о том, что у нас есть статья о судах хозяйственного процессуального кодекса, которая обязывает лиц в обосновании своих требований или возражений представлять доказательства. Что касается споров, которые суд рассматривает, то если мы посмотрим статистические данные, по количеству обращений 2020 год он ничем не отличался от 2019 года. Тот же самый объем обращений мы рассмотрели. В этом году у нас тоже не наблюдается пока увеличение количества обращений, и это очень хорошо. И нагрузка на судей тоже не возросла? Нет, она не возросла, и если посмотреть структуру категории споров, которые мы рассматриваем, то, как и в прежние времена, можно так сказать, 80% этих споров, они связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки, выполнению работ, оказанию слуха и так далее. Простые расчеты. Вернее, не расчеты кого-то с кем-то. А самые сложные дела это какие? Самые сложные дела, вообще самые сложные дела, которые суд рассматривает, на мой взгляд, как практикующего судей, это дела, связанные с банкротством. Различные, когда споры связаны со спариванием сделок, споры связаны со строительным подрядом, когда вопросы ставятся о некачественности выполненных работ, либо завышении стоимости выполненных работ, арендные правоотношения достаточно сложные, ну и так далее. Ну, в целом, там, где речь идет об экономических интересах, я думаю, что простых дел не бывает. На самом деле это так. У всех своя правда и у всех своя выгода. Совершенно верно. И вот действительно, вы правильно говорите о том, что простых дел у нас на самом деле нет. Для того, чтобы рассмотреть даже простое дело, там, о взыскании стоимости за несвоевременную оплату, там, или задолженно за поставленный товар, нужно знать очень много положений гражданского кодекса, начиная от общих положений и дальше специальные нормы. Это очень высокого уровня квалификации судья должен быть. Ну, я думаю, что, вот как вы их назвали самыми сложными, так, наверное, для зрителей они будут самыми интересными. Дела о банкротстве. Сколько их сегодня у нас? Вот по состоянию на 31 декабря 2020 года у нас в остатке находилось 168 дел. Это дела, которые не завершены. Ну, мы уже на сегодняшний день их немножко, у нас остаток уменьшился. Это незначительно, но уменьшился. Дела эти очень сложные, они долго рассматриваются. Следует отметить, вот если посмотреть, проанализировать эти дела, очень интересны следующие факты. 86% этих дел, это связано с банкротством коммерческих структур. Не государственной формой собственности организации, а именно частной формой собственности организации и индивидуальных предпринимателей. 70% всех дел, которые вот по банкротству мы рассматриваем, где-то в районе 70 дел, 70% дел, это дела, которые связаны с банкротством коммерческих организаций, которые уже либо находятся в, называемой, процедуре самоликвидации. То есть давным-давно собственники, учредители, участники, то есть лица, которые создали бизнес, они приняли решение о ликвидации. Оно давно находится в процедуре самоликвидации. Либо это отсутствующие должники, то есть это организации, которые формально существуют. Они существуют на бумаге, они зарегистрированы у нас в реестре субъектов хозяйствования, но де-факто они не находятся по месту нахождения, руководителей предприятия найти невозможно, как и их участников. То есть организации давно не работают, уже несколько по несколько лет, трудовых коллективов там нет, никакой деятельности нет. Это вот 70% из 168 дел. И, как правило, вот этот вот объем таких вот организаций, он, как правило, из года в год один и тот же. А бывают и совсем другие, бывают крупные предприятия, много лет эффективно работающие, имеющие штат сотрудников в сотни, а то и тысячи человек. А как дело доходит до того, что предприятие признается банкротом? А вот, понимаете, вот опять, исходя из судебной практики, собственного опыта рассмотрения таких дел, наверное, можно выделить различные факторы, которые способствуют тому. Ну вот, в частности, можно отметить следующее. С одной стороны, это, на мой взгляд, опять, это, наверное, субъективное мнение. Я как человек, который видит просто то, что вот видит материалы дел, которые мы рассматриваем, да, предприятие, которое приходит к нам, проходит у нас судебная процедура банкротства. Это, с одной стороны, это, на мой взгляд, ненадлежащая организация работы на самом предприятии. Что я имею в виду? Вот финансовые, например, службы, которые отвечают за работу с контрагентами и должны, скажем так, отслеживать сроки исполнения обязательств, да, какие-то переговоры вести, может, графики платежей нужно вовремя составить, а не затягивать эту ситуацию до того, чтобы вторая сторона написала одну претензию, вторую, третью, пятую, потом уже не выдержала и пришла в экономический суд за взысканием долгов, а там же и только взыскивается долг, там взыскивается и достаточно огромная сумма ответственности, и пений, и штрафы, и проценты за пользующими денежными средствами, и коммерческие займы, и так далее, и так далее. И по результатам рассмотрения такого спора, если у должника в структуре баланса было, например, 10 рублей основного долга, только как задолженный, запоставленный товар, по итогам рассмотрения дела, то есть по итогам того, как суд вынес решение, взыскал суммы, у него эта сумма меняется в балансе, и уже это будет не 10 рублей, это будет и 15, а то и 20, и 30 рублей, а решение суда подлежит исполнению, и эта сумма уже должна быть отображена в балансе. Это вот один момент, это вот то, что я бы отметила. Второе, это ведение, недалежащее ведение бухгалтерского учета, то есть в соответствии с законодательством. Кто-то неправильно налоги рассчитывает, кто-то умышленно или неумышленно, но занижает налогооблагаемую базу, кто-то теряет бухгалтерские документы или уничтожает. А двойная бухгалтерия, так называемая, да, это еще и реальное явление? Ну, как правило, просто бухгалтерские документы, они буквально растворяются, и говорить вот о бухгалтерской двойной бухгалтерии не приходится, потому что просто не видишь, что же там велось на предприятиях. Потом налоговая инспекция приходит с проверками и дочисляет налоги по налоговому кодексу, расчетным методом, и суммы эти огромные, просто огромные. А некоторые предприятия, как бы, вообще непонятно, как они работают, и для чего они создают, ну, например, какую-то коммерческую организацию, если они приобретают товар, а потом не собираются рассчитываться за этот товар. Приобретают товар и не рассчитываются с поставщиками, причем это ликвидные какие-то продукты питания, да, скоро портящие продукты питания. Они потом, некоторые передают своим родственникам по заниженной до, на несколько десятков раз в цене. Либо какое-то имущество приобретается, передается родственникам, либо переводится на аффилированные какие-то фирмы, структуры, несколько сделок проводится, или вообще выводится за пределы страны. И, получается, все эти наши поставщики или контрагенты по сделкам, они у нас становятся кредиторами, все это очень плохо. А еще хуже, когда у нас в реестр требований кредиторов кредиторами становятся простые люди, которые работают на этом предприятии, которым зарплата не платится, в фонд соцзащиты не уплачиваются взносы, и получается, мало того, что человек не получает заработную плату, перед ним долги, и бывают очень достаточно большие, так еще и в фонд соцзащиты, если не уплачиваются эти взносы, получается, потом со временем становится вопрос о пенсиях, стаже для начисления пенсии. И тут люди тоже, получается, как бы в ущербном положении. Скажу так, что очень, слава Богу, что у нас таких предприятий не очень много, но такие ситуации, к сожалению, есть, люди ко мне на прием приходят, и очень жалко людей. Ну, вариантов развития событий здесь два, это санация и ликвидация. Да. Расскажите подробнее, пожалуйста, санация, оздоровление, в переводе с латыни, что она подразумевает? Санация подразумевает под собой восстановление платежеспособности организации, это первое, да, и второе, это полный расчет с кредиторами. Звучит как фантастика. Вообще, как принимаются подобные решения, как оценить, здесь возможен успех санации, или здесь речь идет о том, чтобы закрывать и отправлять людей? Ну, для этого, во-первых, у нас в этих процедурах вводится такое лицо, как отмечают в литературе юридическое, ключевая фигура – это антикризисный управляющий, он называется антикризисный. Он назначается государством? Нет, он обучается государством, он обучается, этим людям выдают потом аттестаты, но назначается он экономическим судом. Кандидатуру конкретного управляющего на конкретное предприятие, конечно же, всегда нам кто-то предлагает. Либо это сам должник, если он подавал заявление о банкротстве, либо это кредитор, который подавал заявление о банкротстве, либо это кто-то из участников процесса, в том числе и кредиторы, либо государство, если это государственная организация. Кстати говоря, по закону о банкротстве, государственная организация считается любая организация, в которой есть доля государства в уставном фонде, даже самая маленькая. Это же дорогостоящий процесс. Дорогостоящий, конечно, потому что, во-первых, она длительная, во-вторых, вознаграждение управляющему платить надо. И кто его платит? Оно платится из имущества должника предприятия, которое находится у нас в процедуре манкротства. Я уже не говорю про сопровождение, которое идет со стороны государства в виде суда, потому что это тоже государство тратит свои деньги на осуществление правосудия. Процедура сложная, длительная, для каждого предприятия она своя, и вырабатываются различные механизмы по оздоровлению организации, исходя из специфики производства тех проблем, которые существуют на предприятии. Сколько у нас сейчас предприятий проходят санацию? У нас проходит санацию сегодня 15 предприятий. Из них 11 – это государственная организация, про которую я уже сказала, и 4 – негосударственные формы собственности. Кстати говоря, в прошлом году у нас успешную санацию завершило 2 предприятия негосударственной формы собственности – это Мозырь-Лес и Гомельский центр строительства и ремонта. В частности, по этому Гомельскому центру строительства и ремонта, и по одному, и по второму, там восстановлена платежеспособность полностью. Ну а вот Гомельский центр строительства и ремонта, он еще потом заключил с кредиторами соглашение, которым там предусмотрели сроки платежей, договорившись со всеми кредиторами, немножко еще отсрочив все сроки уплаты. Ну, на это кредиторов устраивает, поэтому… А сколько может длиться санация? Санация может длиться порядка, ну, где-то 7-8 лет закону. Раньше, когда закон был другой, ну, в практике была такова, такова была практика, что у нас предприятия проходили санацию не меньше 8-9 лет, потому что в процедуру, судебную процедуру банкротства, назову ее так, это экономическая несостоятельность, да, к нам приходят предприятия, которые в очень сложном финансовом положении, скажем так. Некоторые экономисты их называют финансовые трупы. У нас государство, ну, я беру, опять-таки, нашу Гомельскую область, поскольку я не знаю, что у нас происходит в других регионах, я говорю про наш регион, и с учетом того, что я участвую на различных мероприятиях, различных совещаниях, то я скажу, что прежде чем такая организация попадает к нам в судебную процедуру банкротства, она очень серьезная, и там очень серьезные последствия идут при открытии этой процедуры, государства, тоже исполнительная власть, они у нас стараются принять меры до судебного оздоровления, так как, честно говоря, и положено делать по закону, у нас есть соответствующие статьи, которые об этом говорят, это обязаны делать государства. Вот стараются различные механизмы, бизнес-планы прорабатывать, пытаться реанимировать предприятия, но если уже не получается, с кем-то получается, с кем-то нет, а если не получается, то уже приходят к нам в эту процедуру, потому что необходимы преференции, льготы. С открытием конкурсного производства там наступает ряд льгот. Антикризисный управляющий на протяжении всего этого времени один и тот же человек, или они могут меняться? Могут меняться. Сразу, когда суд возбуждает производство по делу, как правило, по таким предприятиям, которые у нас идут в санации, как всегда, вводится защитный период, он до трех месяцев вводится. За это время назначается временный управляющий. Временный управляющий, обращая внимание, он так и называется. Это лицо, которое может потом стать просто управляющим или антикризисным управляющим, который будет реанимировать предприятие, восстанавливать платежеспособность. А может быть, это будет другое лицо. Но вот этот временный управляющий, он обязан проанализировать финансовое положение предприятия. Ему должны показать всю бухгалтерскую отчетность. Он дает свое заключение. Сделки в этот период совершаются только с его согласия. В противном случае это будет нарушение законодательства, все сделки будут ничтожны. А потом суд, когда дает заключение временно управляющей, устанавливает, считает, что ей имеется факт банкротства. Эти документы представляются суду в совокупности. Заслушав временно управляющего, все документы проанализировав, заслушав всех заинтересованных, скажем так, лиц, суд принимает решение об открытии конкурсного производства. И вот тогда уже назначается антикризисный управляющий. Повторяю, это может быть тоже лицо, либо нет. Ну и там преференции различные наступают с этого момента. Освобождаются счета, снимаются аресты со всего имущества, закрывается исполнительное производство. Все требования своей кредиторы заявляют только управляющему. И формируется реестр требований кредиторов. И хочу отметить, пользуясь случаем, обратить внимание всех кредиторов на то, что антикризисный управляющий в конкурсном производстве не будет работать со всеми кредиторами, которые у него числятся по балансу этого предприятия. Для того, чтобы работать с кредиторской той или иной задолженностью, необходимо предъявить свое требование. Это должны быть высочайшего уровня специалисты с практически неограниченными полномочиями в рамках этого предприятия. По сути, да. Потому что к нему переходят права руководителя, прошу прощения, полностью все полномочия исполнительного органа власти. Приостанавливаются полномочия собственников. Это уже о чем-то говорит. Плюс он же занимается тем, что он рассматривает требования кредиторов. То есть кредитор к нему приходит со своим пакетом документов, говорит, включи вот мои требования в реестр требований кредиторов. Я это обосновываю тем-то. Согласитесь, это похоже на какого-то мини-судью, который оценивает документы и считает. Есть правила, а люди есть люди. И я думаю, что это далеко не так просто все осуществить. И далеко не всегда это реализуется на практике. Наверняка есть и конфликты. Совершенно верно. И вот когда есть конфликты, когда есть какие-то недостатки в организации работы, и управляющий не совсем, может быть, в соответствии с процедурой осуществляет свою деятельность, или какие-то нарушения допускает, или что-то не нравится кредиторам, они вправе поставить перед судом вопрос о замене управляющего и предлагать свои кандидатуры. И вот тогда тоже, может быть, произойти замена управляющего на другое лицо. Спасибо, Наталья Николаевна. В продолжение этой темы давайте посмотрим сюжет. Когда-то предприятие Амипак в Буду-Кошелево было не просто градообразующим. Им гордились и всегда привозили сюда гостей района для подтверждения того факта, что и в небольших регионах можно успешно развивать бизнес. Правда, со временем количество таких экскурсий начало сокращаться. Ситуация на Амипаке становилась все менее оптимистичной. Бывшая сельхозтехника все более закредитовывалась, а банки не спешили предоставлять льготные условия для погашения совсем не маленьких долгов. В октябре 2019-го предприятие вошло в процедуру санации, что позволило ему не только выжить, но и продемонстрировать возможность развиваться. Всего несколько цифр. За время санации основные экономические показатели увеличились в среднем в 11 раз при росте количества работников. Для небольшого Буду-Кошелева это не просто хороший экономический показатель. Если на момент начала санации выручка у нас составляла порядка 300 тысяч, то на конец 2020 года выручка достигла 2 миллиона 500 тысяч рублей. Объем экспорта на момент входа в санацию составлял, например, 50-100 тысяч долларов, то к концу года приближается уже к миллиону долларов в месяц. Итак, все основные показатели. То есть, если на момент входа в санацию мы были убыточны, не имели нечистой прибыли, то теперь предприятие работает с положительной рентабельностью, прибылью от основного вида деятельности и с чистой прибылью. За момент санации удалось увеличить численность порядка до 30 человек. Входили в санацию 240 человек, на теперешний момент на предприятии трудится 270 человек. Сегодня среди партнеров Буду-Кошелевского Амепака, Минский Атлант и Гомельский жирокомбинат, Борисовский завод медпрепаратов и Мозырь-Соль, акционерное общество «Спартак» и «Санта-Бремор». Предприятие вновь стало надежным партнером. Как и принадлежащее белорусскому обществу глухих, производственное унитарное предприятие «Випра». Среди партнеров этого УП сегодня 14 предприятий Беларуси, плюс «КамАЗ», «Россельмаш» и «Петербургский тракторный». В 2017-м непомерно дорогая социальная сфера и не менее внушительные долги за тепло и электроэнергию привели предприятие к процедуре санации. Долги временно заморозили, а средства направили на развитие. Кстати, после постройки работающей на местных видах топлива собственной котельной вопрос покупки тепловой энергии вообще снялся с повестки дня. На сегодняшний день УАО погасило кредиторам более половину долгов, приобрело новое оборудование и значительно нарастило экспортный потенциал. Около 40% выпускаемой продукции сегодня вновь отгружается за границу. Как развивается сейчас ситуация в процедуре санации, оно позволяет нам с определенной долей оптимизма смотреть будущее и надеяться на то, что процедура санации будет завершена успешно, установлена экономическим судом срок. Ну и дальше предприятие будет уже функционировать в штатном режиме без антикризисного управляющего. То есть перспективы нормальные. Вы смотрите диалог председателя экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская сегодня у нас в гостях. Наталья Николаевна, помимо персоны антикризисного управляющего, его навыков, его умений как менеджера, от каких факторов еще зависит успех санации? Мне кажется, что успех санации еще зависит от того, как настроен сам трудовой коллектив предприятия. Вот сегодня мы примеры только что смотрели. Примеры двух предприятий. Это не государственная форма собственности предприятия, которая у нас проходит процедуру санации. Но я встречалась с трудовым коллективом Амипака, разговаривала с людьми, и люди просто настроены на то, чтобы сохранить предприятие. Там 300 человек работает. Для Абуда Кошелева это градообразующее предприятие. И они просто стараются. Они возобновили свои контракты, которые давно были утеряны. Они возобновили производство продукции, которую они какое-то время выпускали, а потом перестали выпускать. Стали думать о новых видах продукции и так далее, и тому подобное. Аналогичную ситуацию мы сегодня наблюдаем на ВИПРе. Там тоже люди стараются. Гомельский жировой комбинат. У нас за прошлый год, в 2020, показатели по жировому комбинату у нас очень улучшились, скажем так. По сравнению с 2019 годом предприятие, значительно улучшено финансовые показатели. Я уже не говорю о том, что если они 2019 год закончили с убытками, то в 2020 год они закончили с прибылью. А прибыль за счет чего у нас образовалась? За счет того, что увеличился объем продажи продукции. Объем продажи продукции увеличился, появилась у нас прибыль, денежные средства, оборотные средства. А за счет чего это произошло? Как отмечает самоуправляющий в своих отчетах, которые он представляет экономическому суду, он сам указывает на то, что это работа специалистов предприятия, которые продвигают продукцию на рынок. Так если уже есть прибыль, можно ли завершить санацию? Нет, ее еще завершить нельзя, поскольку это первые, скажем так, ласточки хорошего финансового положения. Ведь на сегодняшний день предприятие находится в конкурсном производстве, а конкурсное производство, как я уже говорила, дает очень много преференций. Все кредиторы, они стоят в очереди. Они не могут прийти сегодня и принудительно, прямо сегодня и сейчас забрать долги. Поэтому в определенной степени преференции предприятия имеют за счет кредиторов. Вот для того, чтобы успешно у нас санация прошла, нужно восстановить платежеспособность. А это не так все быстро и так все просто. Нужно рассчитаться с кредиторами? А потом уже, да, и параллельно, кто-то параллельно это делает, а кто-то это оставляет, может где-то на потом рассчитаться с кредиторами, причем полностью рассчитаться с кредиторами. В некоторых ситуациях предприятие модернизируется в период конкурсного производства, опять-таки это все обсуждается с кредиторами, они тоже у нас ключевые фигуры в этих делах. Мнение их спрашивается, и кредиторы идут на то, чтобы денежные средства, которые сегодня зарабатывает предприятие, ушли не на погашение долгов им, а на модернизацию предприятия. Потому что, вот как правильно сказал управляющий по ВИПРИ, санация закончится, предприятие должно уметь жить в новых реалиях самостоятельно, без этих преференций. А какая может быть модернизация, если нет прибыли? То за какой счет? За чей счет? А вот, ну, как правило, когда уже начинается модернизация предприятия, то уже прибыль в предприятии есть. Уже оборотные денежные средства есть, уже улучшается финансовое положение, уже раскручивается. Но это ведь тоже затраты, да? То есть, а кто определяет, мы деньги тратим на новое оборудование или на то, чтобы рассчитываться с кредиторами? Кредиторы. Сами кредиторы. Собираются кредиторы, собрание кредиторов проходит. И оценивают, что они смогут получить свои деньги при условии, если увеличить прибыль это предприятие. Да, они принимают решение, соглашаются, пускать эти денежные средства с ее на модернизацию или нет. Так у нас было на Калинковическом заводе бытовой химии, так же было у нас на Калинковическом мебельном комбинате, которые у нас успешно на санацию прошли. И на сегодняшний день предприятия уже больше 10 лет спокойно работают без суда. Конечно, это прекрасный вариант, когда сохраняется коллектив, когда предприятие не просто остается на плаву, она еще остается таким, более боеспособным. Вы знаете, мы проанализировали все наши предприятия, которые находятся в процедуре санации. Кстати говоря, если взять статистику и посмотреть по всей стране нашей, то наша область, она лидер по делам, по которым проходит санацию предприятия. Государственная, не государственная форма собственности, для экономики региона, исполнительной власти разницы нет. Это я вам правду говорю, потому что я на заседаниях область по комом присутствую, и экономика подводится с учетом и частной формы собственности. Бизнес тоже смотрит, как работает. Все эти предприятия, они имеют значение для экономики. У нас специальная графа есть. Вот эти все 15 предприятий, это все имеют значение для экономики. Понимаете? И поэтому сказать о том, что они не нужны или они не важны, тоже не приходится. Все это очень важно и все это очень нужно для нас сегодня, для всех. Мы проанализировали все эти предприятия, представляли информацию, мы направляли в Верховный суд, вот сами для себя посмотрели. Все предприятия проходят успешную санацию. У всех коэффициенты, вот эти, которые характеризуют платежеспособность организации, они все выводятся из бухгалтерских документов, в бухгалтерских балансах определяются. Не сложно любому экономисту это посчитать. По всем предприятиям есть положительная динамика. На всех предприятиях фактически сохранены трудовые коллективы, и зарплата у людей повышается. Она потихоньку, но она повышается. Это тоже очень хорошо, поэтому сказать, что это неэффективно, я бы не сказала этого. Вот это как раз был мой следующий вопрос. А может ли быть санация неэффективно организованной, когда проще признать, что ну все, здесь уже сделать ничего нельзя, банкротим. Если только думать о том, что мы вводим судебную процедуру санации, просто ее вводим, потом предприятием никто не занимается, но по сути никому не надо. Экономический суд, мы же юристы, мы же не экономисты. Экономический суд, он не может сам по себе помочь найти рынки сбыта, подсказать, где как уменьшить расходы предприятия, как уменьшить себестоимость товаров и так далее, и тому подобное. Это может сделать, помочь исполнительные органы власти. И, кстати говоря, по всем предприятиям, вот этим по 15, мы ввели в качестве личностей участвующих дел, либо это администрации наших районов в городе, либо это райсполкомы, облсполкомы, где-то горысполкомы. Все эти предприятия управляющие заслушиваются на комиссиях по оздоровлению, которые у нас имеют место быть в облсполкоме, в горысполкоме, на заседаниях райсполкомах заслушивают. Это не все так просто. И о проблемах предприятия знают на местах, и ими занимаются. Вот тогда, когда есть такая совокупная, вот такая консолидированная деятельность, еще трудовой коллектив помогает, старается поднять предприятие, вот то, что мы имеем место быть, ну тогда и санация будет получаться. А сельхоз предприятия тоже проходят санацию? У нас опять уникальная область. Она уникальна тем, что у нас нет предприятий, сельскохозяйственных организаций в процедуре банкротства. Это единственная область, которая не пошла по этому пути. И как мы видим сегодня на примерах других регионов, положительного от этого ничего не получилось. Наша область, она идет своим путем. Есть свои механизмы проработанные. Занимается очень плотно, в частности, комитет по сельскому хозяйству облсполкома. Этими вопросами разработаны бизнес-планы. Хозяйство, которое находится в сложном финансовом положении, они проходят и судебное оздоровление. Все это контролируется. Есть отдельные законодательные акты даже для этого по нашей области. Такой тоже определенной уникальность нет в других регионах. И потихоньку, потихоньку, потихоньку. То есть такая ситуация просто не допускается? Ну, потому что, как я повторяю, как показала судебная практика, по другим областям положительного ничего не получилось. То есть элементарно для того, чтобы поднять на ноги сельскохозяйственную организацию, должен прийти антикризисный управляющий, который очень хорошо знает эту сферу деятельности. А таких специалистов я вот не знаю. Вы неоднократно отмечали, что к проблемам, в частности в агропромышленном комплексе, приводят заключение так называемых кабальных договоров. Поясните, пожалуйста, какие условия такие невыгодные предполагают вот именно это понятие кабальных договоров? Это, с моей точки зрения, это, с одной стороны, договоры, которые включают в себя множественность различных ответственностей. Это и пении, и штрафы, и разовые, и длящиеся различные санкции, проценты за пользование чужими денежными средствами, и не в размере учетной ставки Нацбанка. У нас законодатель позволяет сегодня любой размер процентов установить в договоре. И у нас доходы 25-75 крат доходило, вернее, скажем так. Это взыскание коммерческого займа 0,5% в день или 1% в день. Если все эти суммы санкции сложить, то получается, взыскивая сумму долга, мы взыскиваем параллельно решением суда вот эту ответственность, объем ответственности, который в 10 и в 20 раз превышает сумму основного долга. Вот это, на мой взгляд, кабальные договоры. Кабальными договорами, с моей точки зрения, я бы называла, не в буквальном смысле, как в Гражданском кодексе написано, это есть отдельная статья, которая говорит о кабальности. Это в моем понимании, это такой сленг более простого, скажем, человека. То есть такие условия очень жесткие, несоизмеримые с последствиями, скажем так. Кабальными, на мой взгляд, являются договоры, по которым цена товара или, например, договоре поставки, она связывается с курсом валют. Непонятно для меня, вот я не понимаю, как могут заключать такие договоры два резидента, то есть два субъекта хозяйственного нашей страны, не иностранцы. При этом ужасно, когда устанавливаются какие-то свои курсы валют. Национальный банк у нас устанавливает курс валют, это официальный курс валют у нас в договорах. Мы встречали ранее такие договоры, когда в договорах устанавливался какой-то свой курс валют. А это законно вообще? А вот это абсолютно незаконно. У нас одно такое дело было в суде. Мы признали, установили факт ничтожности такого пункта, и надо отметить, что поставщик, который поставил такой товар, даже не обжаловал его в апелляционную инстанцию. Вообще жалоб не было, потому что лучше, наверное, было об этом вообще не говорить. Я так понимаю, могу предполагать, что таких договоров заключен не один и не два. И не только у нас в области это было. Ну а как руководители вообще допускают подписание таких документов? Ну я могу сказать, что предположить, что либо, может быть, просто не читают условия договора, не прогнозируют последствия. Наверное, нужно обратить внимание руководителей на то, что с учетом финансового положения организации нужно хорошо подумать и просчитать, и посчитать, во что это выльется. Потому что когда дело оходит до суда, то мы имеем вот такие печальные вещи. Ну и хорошо, если можно по какому-то пункту признать договор не в действии. Совершенно верно. А ведь подписывают такие договоры, какой там еще пункт находится в таких договорах, как правило. Написано, что данный договор мною подписан в полном здравии. И я полностью осознаю то, что подписываю. Даже такие пункты там специально включены, для того, чтобы ты потом не говорил в суде, что меня в заблуждение ввели. Или меня обманули. Потому что это может тоже поставить под сомнение саму сделку. Вот такое мы имели место, у нас имело место по сельскохозяйственным организациям. И вот когда все это мы посмотрели, в 2017 году было принято решение Гомельским обл. исполкомом по уменьшению непроизводственных затрат с сельскохозяйственными организациями. И вот с того самого времени, в августе месяце 2017 года было принято такое решение. Там ряд мер указан, какие нужно необходимо принять, для того, чтобы таких договоров не было. Юридические службы введены во всех сельскохозяйственных организациях. И с того самого времени на системной основе вместе с комитетом опять-таки по сельскому хозяйству обл. исполкома мы проводим семинары, обучающие семинары с организациями, вот этими сельскохозяйственными организациями, дабы этого не было. И честно сказать, что вот результат вот этой нашей работы, он имеет место быть. Потому что тексты договоров, условия, которые сегодня, с которыми заключаются договоры с сельскохозяйственными организациями, это совершенно другое. Это не то, что было когда-то. Бывает редко, очень встречается какой-нибудь договор, в котором вот вопрос есть, как ты такое заключил. Но это точечно, скажем так. То есть подтверждение эффективности своей масштабной такой работы, упорной по повышению уровня грамотности, профилактической работы с субъектами хозяйствования, вы видите уже на практике. И я вам даже цифры могу привести. Мы посмотрели, вот это наша совместная работа, и вот эти совместные семинары, такие, которые мы проводим, которых мы в том числе не только рассказываем про нормы, нормы гражданского кодекса, обращаем внимание на элементарные вещи, по ответственности, по срокам оплаты и так далее. Мы также рассказываем права, которые есть, например, у сельскохозяйственной организации, если она у нас выступает ответчиком или должником по делу в экономическом суде. Это права, которые, или положение, которое у нас предусмотрено, хозяйственным процессуальным кодексом. Элементарное представление отзывов на иск. Так вот, в результате всей этой нашей работы, например, в 2019 году невзыскано было с субъектов, вот этих субъектов наших, 4,5 миллиона долларов неустойки. Это общая сумма. У нас ведется статистика. Мы посмотрели, сколько, какую-то сумму вылилось. То есть организации сельскохозяйственной представляли отзывы на заявленные требования. Это позволяло либо не взыскивать, либо уменьшать размер ответственности. В прошлом году мы не взыскали, я округляю, мы не взыскали где-то порядка 7 миллионов рублей. Это тоже сумма большая. Самый гуманный суд в мире, хочется сказать. Мы стараемся, откровенно говоря, если есть какие-то вопросы, и если есть ходатайство со стороны второй стороны ответчика, независимо от формы собственности, государственная, негосударственная, в зависимости от самого спора, категории спора, мы применяем, уменьшаем размер ответственности, как бы идем навстречу. Минувший год всем показал, насколько сейчас важны высокие технологии. Цифровизация экономического суда. Это реально? Да, у нас созданы... В прошлом году мы установили в залах судебных заседаний видео-звукоаппаратуру. С 2017 года наш суд начал вести звукозаписи процессов, всех судебных процессов сплошным методом. Сегодня мы протоколы, как можно сказать, как таковые протоколы судебных заседаний мы не пишем. К нам можно обратиться, мы на носителей запишем звукозапись процесса. К нам можно обратиться через портал судов общей юрисдикции, это сайт Верховного суда, обратиться к нам, подать заявление, исковое заявление через электронном виде, с приложением документов. Ну, нужна электронная цифровая подпись для этого. Скажем так, в прошлом году у нас рост таких обращений наблюдается. Пускай их немного, но наблюдается рост. По сравнению с 2019 годом в три раза у нас таких заявлений стало больше. Пострадует. Да. Ну и вот, как я уже вначале в самом ответила, мы используем видеоконференц-связи, из вот такой связи, мы проводим судебные заседания, тоже используем этот механизм. Поэтому цифровизация у нас тоже имеет место быть. Наталья Николаевна, спасибо огромное за сегодняшний диалог, было очень интересно. Это был диалог с Натальей Сарнавской, председателем экономического суда Гомельской области. Спасибо вам за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова